Всем здравствуйте! И мы снова подводим итоги нашей работы. Заканчивается ноябрь месяц и мы уже начинаем подводить итоги года. Высажено более 800 белых акаций и уже к этим выходным мы выходим на финиш нашей акции 1000 белых акаций и эти выходные будут последними по высадке белых акаций в этом году 1000 деревьев будут в городе высажены, как мы и обещали. Локации, где находятся эти деревья вы сможете найти на карте зеленых насаждений. Туда они сейчас наносятся и любой желающий может зайти и посмотреть, где в городе сейчас будут находиться, где были высажены новые белые акации. Также хотелось бы коснуться сегодня темы нашего электронно-транспорта. Так как на этих выходных стены вагонно-ремонтных мастерских покинул очередной Одиссей, он уже со следующей недели будет это работать на улицах нашего города. После необходимой обкатки хотелось бы отметить, что это уже 29-й вагон, который собран силами специалистов нашего КП и это действительно очень существенный показатель. В этом году мы собираемся выпустить как минимум еще один односекционный вагон, но постараемся еще помимо этого выпустить и Одиссей Макс. Сборка их ведется параллельно. Так что юбилейный вагон в нашем городе еще в этом году мы увидим это точно. Почему это настолько важно? Во-первых, Одесса это единственный город в Украине, которая так масштабно пошла по пути модернизации и самостоятельной сборки новых вагонов. И существенное обновление подвижного состава и действительно очень большая экономия, так как это покупка одной единицы нового подвижного состава, односекционного, как наш Одиссей, городу бы обошлась не менее 18 миллионов. Если же говорить за большие составы типа Одиссея Макс, то эта стоимость его на рынке на сегодняшний день не менее 40 миллионов, а в основном значительно выше. Поэтому, учитывая то, во сколько это обходится нам, мы действительно экономим очень существенно. Мы выпускаем очень качественные вагоны, которые уже несколько лет это работают, а с этого периода выхода первого вагона уже 5 лет, и в течение этих 5 лет вагоны, которые выпускаются силами нашего КП, это работают очень хорошо и зарекомендовали себя также хорошо. Мы существенно как обновили этот подвижной состав, так и сэкономили бюджетные деньги. Также, наверное, это не итоги года, а итоги работы 5 лет, это команды Горэлектронутранса. Хотелось бы отметить, что это количество пассажиров, которые сейчас это перевозят, это КП, существенно выше, чем это количество пассажиров, которые перевозят автобусные перевозчики. Доля на рынке электронутранспорта в городе с каждым днем становится только выше, а с учетом обновления подвижного состава, автобусные перевозчики уже действительно не выдерживают этой конкуренции. Что нам позволило это сделать? В Одессе сейчас на линию выезжает меньше на 200 автобусов, чем выезжало еще 4 года назад. И мы это понимаем, насколько это касается и экологии города, потому что выбросов как минимум на 200 единиц техники меньше. Также это касается заторов на улицах нашего города, ну и качество сервиса, который сейчас дает наше КП и частные перевозчики, действительно намного лучше. Поэтому с карты города уже исчезли фактически все дублирующие маршруты, которые дублируют маршруты электронутранспорта, и в дальнейшем, еще раз повторюсь, доля электронутранспорта будет становиться только больше, а дизельных автобусов на улицах нашего города будет это становиться меньше. Соответственно и качество этих автобусов будет безусловно меняться, так как это рынок и эти перевозчики будут вынуждены менять этот подвижной состав на более современные, на автобусы большой вместимости, более качественные, те, кто хотят остаться на рынке этой перевозки в нашем городе. На этом на сегодня, наверное, все. Это, как всегда, через неделю подводим итоги нашей работы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok